Девушки отдыхают Упростив многие аспекты, присущие играм-конкурентам, Blizzard в своем творении вывела на первый план безумное аркадное веселье. Теперь не надо часами корпеть над списком билдов и ругаться с товарищами по команде из-за того, что слишком много кэри и ни одного саппорта. Хватайте кэрриган или трех викингов и сразу в бой. Правда, сначала нужно будет купить их за внутриигровую или реальную валюту, либо взять на прокат из постоянно меняющегося списка бесплатных персонажей. Хотя мы немного слукавили, думать в Heroes of the Storm все-таки надо, а работать командно тем более. Причины тому уникальные для каждой карты задания, одновременно ставшие главной отличительной особенностью игры. Все эти сборы семян или необходимость захватывать храмы заставляют обе команды носиться туда-сюда по карте в надежде получить преимущество над соперником. Кто откажется усилить атаку огромным големом или расстрелять издалека защитные вышки? Конечно же никто, поэтому стоит начаться очередному событию, как 10 человек устраивают яростную смертельную схватку за маленький клочок земли. Выглядит этот парад спецэффектов очень сумбурно, но в случае победы доставляет неимоверное удовольствие. Причем устраивать подобное можно с первых же минут. Вот, традиционная для моба скучная начальная фаза в Heroes of the Storm отсутствует в принципе. У чемпионов сразу есть три активные способности, которым по мере получения опыта добавляются разнообразные пассивные навыки и так называемая ульта. Вот только чтобы выбирать из всего разнообразия, придется в нескольких боях прокачать общий уровень героя минимум до четвертого. В противном случае выбор пассивок уменьшается в два раза. И наверняка вы уже слышали и о другой особенности проекта. Всем героям одной команды уровни даются одновременно, что позволяет избежать ситуаций, когда группу тянет вниз один человек. Поэтому если вы и будете тонуть, то все вместе. Все веселье максимально сжато по времени. Матч редко длится более 20 минут, что для некоторых будет куда привлекательнее, нежели размеренные перекидывания заклинаниями в League of Legends или Dota 2. Очевидно, что Blizzard специально дистанцируется от коллег по жанру, целясь в аудиторию менее хардкорную и не готовую тратить на игру слишком много времени. Пока сложно говорить, насколько такой подход оправдает себя, но по личным ощущениям откатать три боя за час вместо одного порой бывает намного интереснее. Так что если вам надоели Лол или Дота, или вы вообще новичок в жанре, то стоит попробовать раздобыть ключик на Heroes of the Storm или подождать начало открытого тестирования. Игра, во-первых, очень старается не просто копировать идеи конкурентов, но разрабатывает уже знакомую формулу динамичными нововведениями. Такими, что не успела карта загрузиться, как сразу можно рвать соперников клочья. Во-вторых, она очень дружелюбна к новичкам и не заставляет шерстить форму в поисках стратегий для каждого героя. Правда, до совершенства ей еще очень далеко, все-таки проект носит статус закрытой беты. Но уже сейчас видно, что у него хватает уникальных способностей, и свою аудиторию он определенно найдет. Until the end of days, I live and die! For the Horde! Друзья, мы впервые возвращаемся к формату небольших видеопревью спустя несколько лет перерыва, поэтому будем очень рады прочитать все, что вы захотите написать. Поделитесь своим мнением об этом ролике в комментариях, это очень важно для нас. И не забудьте подписаться на канал 3dnews.ru, чтобы всегда быть в курсе самых актуальных новостей из мира высоких технологий и компьютерных игр. До скорого! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...